Всем привет! Я нахожусь около магазина Walmart. Непосредственно секция со всеми цветочками и всякими товарами для сада и огорода. Там внутри еще секция, а потом внутрь зайду тоже. Я гляжу, здесь у них куча всего, просто огромное количество цветов. Вообще, я бы сказала, что цветы они достаточно дорогие. Ну, относительно. Где-то, вот я гляжу, цены 4-5 долларов за горшок. В общем-то, как бы, если так подумать, то, если ты их много покупаешь, то, наверное, получается, да, прилично. Интересно, какие. А тут у них еще одна секция. И я не знаю, они здесь, ее когда открывают, эта секция. Пока она закрыта, я там гляжу, у них всяческие товары. Еще больше вон велосипеды стоят, деревья даже, гляжу, стоят всякие разные горшки с деревьями. Чего только нет. Такой хороший выбор цветов. Сейчас как раз дачный сезон открылся, скажем так, огородный. И так вот сажают люди цветочки здесь. Да и огороды тоже сажают. Это популярно в Америке становится. Высаживать съедобное что-то. И земля тут же продается. Хорошая какая секция. В том году не было вот здесь такой секции. Они здесь добавили. Ну вот так. вкусная вовнутрь. Ой, какой запах там. Обалденный. Еще тепло даже. Я у меня тут забыла. Пахнет, как будто ваниль не выпечкает. Очень вкусно. Может на обратном пути куплю, посмотрю. Посмотрю, что у них там в пекарне есть свеженького, хорошего. Конечно, здесь и аптека есть. Правда, сейчас она закрыта. Чего только нет. Я в магазине Walmart в секции с кухонной техникой. В принципе, в Walmart можно купить по неплохим ценам, сопоставимым с онлайн, если даже иногда они дешевле. Вот различная техника микроволновки. Вот я гляжу. 120-130 долларов. Вот такие достаточно хорошие микроволновки. Есть и дешевле. 99, 109, 89 гляжу. То есть, в принципе, так вот, если нужно что-то купить недорого, то здесь можно. Кстати, нужна открывашка для банок консервных. Я в тот раз хотела себе что-то сделать. Оказалось, что у меня нет открывашки. Такую, что взять. Ну вот, 88 центов. Вообще, конечно, качество не самое лучшее, но так вот на первое время, в принципе, как говорится, пойдет. Если так вот нужно чего-то такого. Вот. А вообще, я вот такие вещи покупаю в TJ Maxx Home Goods, который магазин. Там это все тоже можно недорого купить, но качество уже намного выше, намного лучше. Вся кухонная принадлежность. Иногда я что-то здесь тоже покупаю, но в основном все-таки все-таки нет. У меня такой был за 88 центов. Сломался. Я думаю, опять его взять. Или какой-то другой взять. Получше. Вот 10 баксов. Значит, не хочется потратить 10 долларов за такую ерунду. Может быть, вот такую взять. Мощнее выглядит. Ну, либо опять. Вот этот вот. Потому что я часто не открываю банки консервные, потом не пойдет. А вот здесь такие маленькие есть эти печки для разогрева, для пиццы. Я хочу вообще большую купить печь. Вот что-то типа такого, в котором можно целую курицу заделать. Что-то даже и булку хлеба испечь, грубо говоря. И вот можно взять даже за 69-99 долларов. Я в интернете видела другие бренды, которые более дорогие. Ну, Татур, кстати, тоже можно здесь и пиццу, и все что угодно. И курицу. Ну, курица не показывает, что... Но она вот очень широкая вот эта вот. Ну, маленькая внутри. 69 долларов-то, но повыше. Классная штука, что микроволновкой не пользуется постоянно. Вот это делает курицу-гриль. Тоже здорово. Такое. Ну, вот эта вещь классная, конечно. Вафельница. Американские вафли, вафлик, скажем так говоря, они не такие пикнаши, они очень толстые. Толстючие. Вот. Поэтому... А, они квадратные. Такие толстые вафли. Тонких вафель здесь, в принципе, не бывает. Они называют их, как вафли для мороженого. Вот, если так забить, айскрим-ноут, то он так называется, айскрим-кон. В интернете-то еще можно найти. Такие тоненькие. Ну, вот так вот. А я вообще иду, все, кто с велосипедами, на самом деле. Хочу кое-что посмотреть. Еще одна секция тоже, со всякими принадлежностями, ножами и все такое. Но, опять же, я говорю, вот за эти деньги, то, что здесь продается, бренды, лучше все-таки купить. Может быть, чуть дороже. Но получше качество на других магазинах. Что-то здесь можно купить, как вот Лодж, допустим, вот эта фирма. Делают они сковородки, чугунные, в принципе, очень хорошего качества. И цена, вот я говорю, такая, как и везде. В общем-то, вот можно взять себе чугунный котелок. Здесь вот можно купить. Простой бренд, очень дешевый, специально для Омарта. Качество не очень. Таких вещичек тоже полно. Здесь стекляшек всяких. Что-то, в принципе, не страшно. Можно здесь купить, а что-то, конечно, симпатичное. Какая штучка классная. У нас стекляшка, там внутри в ней прям печешь. Так вот закрывается, и потом можно убрать вот такой термосонт. Очень удобно. Пошла, короче. Дальше, наверное, к велосипедам. Всяческие для выпечки. Что-то нет. В принципе, если так сильно-сильно сэкономить хочется, то здесь как раз-таки это очень даже выгодно. Покупать вот этот бренд интересный, неплохо бренд. Очень симпатичный. Камень для пиццы. Всего 10 долларов такой. Камень пиццу печь можно. Ой, как громко. Тут у них тоже вот большая секция для шитья. Всякие ткани. Но, наверное, опять же, есть магазины, где больше выбор. Ну, так вот, если что-то можно здесь посмотреть, какие-то распродажи, если кто-то занимается рукоделием. Кольёночка 6,97 за ярд. Обычно здесь идёт ярд. Я помню сколько. Уколо метра. Даже книжки какие-то есть. Так всего понемножку, как говорится. А что-то хорошие цены, а что-то цены не очень. Вот эти вставные в окно. Кулеры. Для кемпинга кое-что. Но, допустим, у них для кемпинга всего больше для отдыха на улице. Вот те, где у них здесь велосипеды. Ну, велосипеды где-то от 80 долларов и выше. У нас большой выбор за 149, вот так вот за 200 долларов. Для мужчин и женщин мне вообще нравятся вот такого плана велосипеды. Они, как называются, крюзеры и винтедж, то есть такого старомодного плана. Но я хочу себе велосипед с более низкой, ой, более узкой шиной. В общем, люгенький. Хочу легкий велосипед. У меня есть один mountain bike, тоже не очень дорогой. Но он очень тяжёлый, как бы. Ну, это для того, чтобы кататься в горах, не для того, чтобы кататься по улицам. Мне хочется, чтобы такое, чтобы корзинку можно было прицепить, ещё и багажник, чтобы... В смысле, чтобы он был вот такой вот лёгкий, как вот этот вот. В общем-то, bike не плохие, но как они... Не для профессионалов, конечно, не такие долговечные, как профессиональные bike. Ну, так как, 119 стоит, по-моему, нет, нет, нет. Этот всего 79, по велосипеду, очень дорогой мужской. Ну, и считается, что вот с тобой перекладят на женский, наверное, не будет. Считается, как только там, как можно сказать. Ну, так и стильный. А почему, наверное, такая же горьба? В чём вот эта вот разница? Я до сих пор понятного, в общем смысла. Почему так? Вон там, по другой стороне ещё велосипеды, когда посмотрю. Вот они все где-то около 20 килограмм весят. Тяжеловатенькие. Лучше найти велосипед лёгкий. И что там было? В обращении. Чтобы на машину цеплять можно было быстро. Тут вот у них всякая цель, чего только нет. Для велосипеда, для отдыха летнего, для пробега, для всякие штучки. Машины-фодицы, детям-фодицы, вот 300 баксов, что ли? Да, 400 баксов. Маленькие дети, у нас в семье нет, в полотенечке. Очень-очень-очень. Вот, что-то есть. Так что, все-таки, не с ней велосипеды. Вот они, вызовы вот эти, они очень тяжелые. Ну, в общем-то, все. В интернете там больше было, я видела больше информации в интернете. Техни-тикали, больше есть. Выбор побольше был. А здесь что-то как-то выбор не очень. Ну, ладно. Вот, все, у них для сада и огорода тоже есть всевозможные товары. Шланги, он был уже всевозможный. Тут вот, для птичек. Птичек кормить. Я уборку во дворе. Все-таки, вот, забыватели, стрель, газонокосилки. Для мебели и уличной. Ну, я так просто показываю, не особо подробно. Вот, какая-то зонокосилочка. И большая секция, у них со всякой травой. У них грели пошли. 140-й, все, вот такой. Копцеты. Копцеты. От 100 градусов Паренгейта. Это где-то 50-60 градусов Паренгейта. 50-60. Да. Это все-таки для горячих петчелей. Полный цепь, просто. Это вот у нас не видно в тени. Даже у нас 60 градусов тепла идет. Я слышала, тут как делают. Берете вот такую вот когтетку. Когда когтет, кладут в лед. Когтетку. И она понижает температуру. Может быть, то есть поле отбора. Температура понижается. И благополучно можно делать холодное копчение. Я хочу выйти в секцию со всякой травой. Даже вот мебель есть. Пусть и 200 долларов. Такой. Всякие подушечки на улице. Ой, красивая секция тоже со всякой травкой. Только что полили. Я рано-рано сегодня встала. А вот как классно. Вот такая вот с сеткой за 196 долларов. Беседочка такая. У нас видим только беседкой. Там стулья всякие разные тоже. Цветочки пошли. Ну, здесь есть, я уже говорила, показывала. Есть видео у меня с... Место, где продают очень много. Вот все для сада огорода. Здесь, конечно, выбор не такой хороший. Но просто зато быстро. Зашел и вышел, как говорится. Такие симпатичные. В принципе, в Walmart неплохие цены, наверное. На какие-то вещи даже дешевле, чем во многих других местах. Я, как бы, так здесь не очень часто затариваюсь. Особенно продукты я вообще здесь как-то не покупаю. Потому что, в принципе, на продукты я бы не сказала, что здесь намного дешевле. И стоит, чтобы сюда специально за продуктами ездить. Я, как бы, покупаю в основном смес у меня. И какие-то продукты я беру в других магазинах, которых нет в смес. Вот, пожалуйста, можно посадить горох. Перчик. Горох, чтобы взять. Он плетется себе. Плетется, никому не мешает. Сладкий горошек. Петрушечка. Тимьянчик. Как-то у нас фенхель. Бизел. Базилик. У меня базилик дома зеленый. Взять красный, что ли. Тимьян. Перчики. Сейджет у нас, по-моему, как его. Ай, забыла. Шалфей. Сей, не ошибаюсь. У них своя карта. Здесь такой запах стоит. Прям вообще очень вкусно пахнет. Французский хлеб свежий. Два доллара. Вот такие горшочки в Икеа, насколько я помню, дешевле стоят. Большие горшки, вот такие глиняные. Там, по-моему, я в том году брала за пять долларов горшок. Может, в этом году, конечно, таких цен уже нет. Но в том году было так. Вот тоже классные горшки. Мы восемь долларов за такую штуку. Я что-то даже... У меня одна есть уже. Пошла я в секцию с всевозможными лампами. Там тоже на лампе цветочки выставлены. Секция со всевозможными лампами. Классные раскладные такие для такого кресла есть. Оно раскладывается. На нем лежишь как на кровати. Очень удобно. 35 баксов. И пошла в секцию с растениями. Тоже большой гриль. 150 долларов в среднем они стоят. Коптилки чуть подороже. Где-то 200 баксов. Здесь я припарковалась рядом. А тут вот стоит такой... Я забыла, как они называются правильно. Но они... На них можно кататься по улицам тоже. Не по скоростным улицам. Ну так, по пустыне. Прикольный. Не знаю, сколько они стоят. Такие штуки. Но на них весело кататься. Наверное, я не каталась. Как-нибудь надо это сделать. Ну вот так. Всем счастливо. Хорошего настроения. С добрым утром. Пока-пока.